И всем привет ребят, с вами Старвайка, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему новому контентовому ивенту. Немножечко я выпал из него и вчера даже не успел добить одну заданочку, чтобы забрать дополнительные хода с этой игры. Ну и сегодня вместе с вами мы все это дело попробуем реализовать, потратим еще дополнительно кристаллы на ходы, откроем эти замечательные ходы в новом мемо и вентики, ну и попробуем получить дополнительную контентовую прибыль. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данное видео с лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 млрк всталов на 20 тысяч танкоинов. Для этого он строит игры в аккаунте, если ему личный так, так темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Также по поводу этого ивента у нас сегодня появился очень интересный вопрос, связанный с боевыми пропусками и с элитными пропусками, что мол, когда их выдадут, если ты их забираешь с ивента? Тут все максимально просто, если вы читали, если вы читали четко условия этого ивента, то вы и так уже знаете то, что по сути все будет выдано после его окончания. То есть как только ивент заканчивается, вы получаете награды. Я изначально тоже думал, что в рамках этого ивента можно будет получить призы, но после того, как мы четко прочитали правила этого ивентика, то там все стало четко и понятно, что как только ивент заканчивается, там есть определенные даты, когда вы получаете награды за этот ивент. Поэтому если вы думали, что как только вы получили тот или иной пропуск, вы его сразу получите на аккаунт, то тут так это не работает. Поэтому ждете окончания ивента и получается получаете уже эти пропуски на следующий ивент. С одной стороны это, конечно, вообще, ну такая себе тема, потому что, например, элитный пропуск этот может, например, иметь какой-то хороший приз, хорошее устройство, а следующий пропуск будет иметь какой-то, ну такой себе, мягко говоря, приз. Исходя из того, что Орех, например, понимает, что игроки получат элитные пропуска с этого ивента, ну и, соответственно, там не будет уже никакого такого интересного и ценного приза. Поэтому ситуация, ну не совсем, наверное, правильная с учетом того, что вы сами не можете выбрать, на какой элитный пропуск потратить вам этот предмет. Да, поэтому немножечко такая системочка. Ну как есть, так есть. В принципе, учитывая тот факт, как работают ивенты у нас в игре на сегодняшний момент времени, в принципе, это логично. Так, Гена здоровается. Со мной так, мне надо 500 очков. Мы эту катку, я думаю, что вместе с вами до конца играть не будем. Я просто запикался, чтобы довыполнить заданку на видос. Я играю все на том же самом лучшем вооружении в нашей игре. Вооружение, которое показывает нереально крутые результаты в матчмейкинге уже на протяжении довольно длительного периода времени, которое меня лично очень сильно радует. И если кто-то еще не знает про это вооружение, не играет на таких вооружениях, то мой вам совет как раз-таки присмотреться к этой замечательной жесткой комбинации. Так, и у меня позинга отличного. Ну нет, это, к сожалению, 240 очков у меня уже имеется. Мне надо было сколько там, 500? Около 500. Что-то около 500 очков. И дальше мы уже идем в наш новый мемо-ивентик. И будем забирать уже призы оттуда. Будем забирать бонусы. Наш тиммейт вытащил флаг на центр. А второй тиммейт даже и не играет под этот флаг. Гениальное решение, если честно. Один вытаскивает флаг уже до центра. А второй даже и не играет под этот флаг. Так, у дишечка есть. Вкусненькая страховочка. Страховочка. Это четко. И доставочка. 290 очков. 17 килов у меня уже. Ничего себе. 17 килов в рамках такой каточки. Шикарный результат, если честно. Пытаемся накинуть еще дамажечки сверху на ход ножки. Добавляем. Есть Оуди. И есть тиммейт, который тоже рядом, как говорится. Хорошо, что он хоть нарез полетел. Если бы он нарез не улетел, было бы еще хуже, если честно. Так, и противники просто начинают выходить с карты. Запикиваются и выходят с карты. Гениально. Это, конечно, дело обстоит. Все. Быстренько забираем эти денюжки. Ну и тоже наливаем, наверное, с этой каточки. А что? Если тут, конечно, еще досрочки не будет быстрее, чем я очки набью. Потому что что-то как-то очень быстро флаги пошли, я смотрю. Есть вариант, что тут еще досрочка произойдет быстрее, чем я очки набью. Это будет не очень приятно. Так, Тесла с Замородской играет. Да, ну вот так вот, в принципе, сейчас и работает матчмейкинг. Потому что одна команда выигрывает. Вторая уже начинает по ходу боя просто ливать. И те игроки, которые подпикиваются, они тоже ливают с карты. И получаются старые, добрые, турбо-сливные каточки в одну калиточку, в один конец, можно так сказать, залетающие катки. 390 очков. Наши тиммейты доставочки оформляют. Мне по-хорошему надо еще один флаг привести. По-хорошему надо один флаг все-таки привести. Иначе может мне не хватить очков. Для выполнения этого ивента и тогда будет, но не очень явно. Не очень. Не очень. Что-то накидать. Шестой флаг уже придется. Если у меня еще спасатель. Скорее всего, наверное, есть. 450 очков. Так, мне за доставку хватает. Интересно, или хватает. Или... Теперь точно не хватает. Без доставки точно не хватает. Но может еще и шансик, что мне скинут флаг. Ну, так сказать, я его от штока до штока вез. О, ничего себе. Еще. В матчмейкинге такое уважение. Так, еще и сосулендрочка появляется. Тут нож кидать. Шикарная в голову залетела. Все, теперь мне точно очков хватает. Доставочку оформляем. Забираем и каточку, и очки, и мемесы. Все забираем. С этой каточки идеальная разыгровочка. Идеальный бой. Сразу, как только я выполняю одну заданку, появляется следующая заданка. Но ту заданку мы уже оставим. Пожалуй, на завтра. На завтрашнюю контентовую прибыль. Так, заберем здесь отсюда все эти призы замечательные, которые нам дают вкусненькие. Так, ну и теперь отправляемся в магазин. И еще купим парочку ходов дополнительных. Так, где у нас только они? Есть раз. Ходик. Остается у меня еще 600 тысяч кристаллов. Я богат нереально жестко. Грузим, ребяточки, лайки на контентик. Так, ну и теперь у нас есть 6 карточек. Куда мы газуем? Вопрос хороший. Куда мы, значит, теперь ходим с этими 6 карточками? Куда мы делаем ходы? Ну, хочу я тут пощупать. Ага, 15 обычных контейнеров. Лучше б не щупал, если честно. Лучше б я б не щупал их. Ну, давайте сюда. 300 тысяч кристаллов. Еще лучше. Два края чисто пощупал. Ничего хорошего я не нащупал. Хочу найти хоть одну из карточек, которая у меня уже открыта. Ага, понял. Нигра. Не нашел я. Ну, попробую тут. 500 аптек. Офигеть. Я, походу, все ячейки открою, потом только начну собирать что-то. 10 ядерок! Есть! Я попал, ребяточки. В один приз еще попал. Вот это да. Вот это успех! Я попал в еще один приз. То есть, получается, уже у меня 4 карты полностью открыты. Из... Сколько тут всего? 36, да? 36 клеток. Получается 4. Еще 9. Еще 9? Да? Или нет? Нет. Чуть неправильно, что-то я посчитал. Ну, в общем и целом, еще... Еще у нас получается... А, не. 18 получается, да? 18 получается карточек. 18 разных. У меня 2 только. Понял, 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 понял. Ну, в целом, хотелось бы как-то побыстрее, чтобы это все дело пошло. Но пока что... Как-то это не выглядит, что получится легко и просто. Карты я уже открыл. Сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. Ну, в целом, если начать угадывать потихонечку, то, может быть, эта ситуация пойдет уже попроще. И без дополнительных вложений, возможно, получится... Ну, я имею в виду, кристальные вложения, это понятно. Я имею в виду, без дополнительных танкойновых вложений пройти эту игру. Надеюсь, что получится. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Как у вас ситуация в ивенте. Проходите вы его или нет. Если проходите, то как у вас ситуация. Поддержите данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.